Раз в год сотрудники реанимации новорожденных Московского областного центра охраны материнства и детства встречаются со своими бывшими пациентами. Уже повзрослевших детей и их родителей приглашают в поликлинику, но не для того, чтобы провести обследование, а чтобы подарить праздник и хорошее настроение. Безумно приятно видеть наших малышей, и мы всех помним, и все истории ваши помним. Очень рады вас видеть, рады, что все дети ходят, все дети красивые, очень красивые все дети. Рады, что мы вам помогли стать счастливыми. Выписать и забыть – это не про них. Со многими пациентами врачи Центра охраны материнства и детства на связи, ведь всегда приятно видеть результат своей работы здоровых детей и счастливых родителей. При полных 10 месяцев мы родились на 28-й неделе. Случились такие преждевременные, неожиданные для нас, для всех роды. Сейчас мы ничем не отстаем от 10-месячных детей, которые полностью доношены. В общем, я хочу сказать, что мама, которая оказалась в такой ситуации, не отчаивалась. Такие встречи уже стали традицией. В Московском областном центре охраны материнства и детства ее проводят накануне или после Дня недоношенного ребенка. Но называют по-другому – праздником маленьких детей. Это детки, которых мы уехали, которым дали путь в жизнь, над которыми наши докторами спали ночами, выхаживали их, и которые для них самые-самые дорогие. Вот мы с Татьяной Николаевной говорили, есть даже у нас примеры, когда 450 грамм малыша, он вырос, он уже взросленький, растет. И, конечно же, он станет большим, когда-то серьезным человеком, будет развивать наш городской округ, мы надеемся на это, но однозначно станет членом большой семьи нашего государства. Всех, кто пришел на праздник, ждали подарки, сюрпризы, выступления артистов и игры с аниматорами. Но самое ценное – это общение с теми, кто когда-то спас их. Луиса Егия-Саря, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.